В Ешкарале назвали имя нового почетного горожанина. Такой титул дают тем, чей вклад в развитие столицы невозможно не заметить. Будь то политическая, общественная или культурная деятельность. Решение о присвоении почетного звания принимают депутаты городского собрания Ешкаралы. На сессии побывала наша съемочная группа. Ешкарала, как и любой город, имеет свою историю. Естественно, что в странице этой летописи свои строчки вписали самые разные люди. На сегодняшний день в Ешкарале числится 49 почетных граждан. Очередная 21-я сессия столичного парламента началась с приятного события. Высокого звания за неравнодушие и многолетний добросовестный труд была удостоена профессор Марийского государственного университета Наталья Морова. Теперь она 49-й почетный гражданин Ешкаралы. Народные избранники были в этом вопросе единодушны. Более достойного человека для присвоения этого высокого звания, наверное, нет. Потому что она живет интересами города, она живет интересами жителей, она живет тем, чтобы сделать жизнь, а особенно жизнь людей пожилого возраста, более достойной, более наполненной, насыщенной, более долгой. Человечность и неравнодушие. Именно эти две черты характера всю жизнь сопровождают уроженку Казьмодемьянска, которая добилась успеха и признания на двух берегах Волги. И почивать на лаврах она не собирается. Впереди еще много дел и перспективных планов. Я горжусь еще тем, что именно серебряное волонтерство родилось у нас в Эшкарале, в нашем Марийском университете. Я к этому, прямо скажу, руку приложила. Мне это и почетно, и очень ответственно. И то, что мы сейчас создаем региональный центр серебряного волонтерства, будем активно развивать эту работу вместе с представителями старшего поколения во всех наших муниципальных образованиях, я думаю, что это наша ближайшая перспектива. Но были на сессии и другие вопросы. В частности, речь шла о дальнейшей судьбе троллейбусного парка столицы. Один из депутатов столичного парламента подверг резкой критике все действия городских властей в плане экономического развития города, особенно в эксплуатации троллейбусов. Считаю, что программа, это так же, как и предыдущая, не достигает цели, а именно предоставления экологически чистого, комфортного наземного транспорта жителям города. Поэтому эту программу, она не просто так же принять среди, а, извините, как неудовлетворительной. Такая резкая оценка сразу же получила адекватный ответ. Коллеги народного избранника посоветовали ему не только критиковать, но и выдвигать конкретные предложения по улучшению ситуации. В противном случае надо приложить все усилия для реализации уже действующих городских проектов. Отметим, что многие из них опираются на прямую поддержку руководства республики. Предложение каких-нибудь своих виситет, кроме критики. Притиковать можно и самое легкое, и это критиковать. Снамен ничего не предлагает. В нашем объекте, где мы заседаем наши висит партификатского хозяйства, на прекрасной тайне, на степени висит, в ЛКП, и текущий предлагает. Свою лепту внес и мэр столицы. Он напомнил, что все усилия властей по сохранению троллейбусного парка нашли полное понимание и всестороннюю поддержку у руководства нашего региона. И намеченные планы уже успешно притворяются в жизнь. И это видят не только депутаты, но и простые горожане, и гости столицы. Что сделало правительство региона на сегодняшний день? Во-первых, полномочия по администрированию сейчас движения в городе, имея в виду, что мы сейчас в агломерации находимся, переведены на республиканский уровень, это естественно, это логично, то столько между городом и в мире украинцев практически нет. И прямо сейчас разрабатывается транспортная схема агломерации, главная идея которой троллейбусный парк будет стержнем основы движения в городе. Вот как только эта схема заработает, скорее всего, заработана с следующего года, у нас проблема, которая существует сейчас, она или исчезнет полностью, или в значительной степени влевается. Ешкар-Ала – город комфортный для проживания. Именно такими целями руководствуются те, кто планирует жить и работать в столице. Результаты этой ежедневной и кропотливой работы проявятся не сразу, но именно они сделают жизнь простых людей по-настоящему удобной и перспективной.